МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомлю я, Ольга Панова. Вопросы к российским вузам существуют давно и достаточно серьезные. Большое количество самых разнообразных учебных заведений, ряд скандалов, связанных со взятками торговли учеными степенями и бюджетными местами, заставили руководство страны более внимательно посмотреть на систему образования. 20 ноября Минобр России опубликовал обновленный список неэффективных вузов. Что делать с каждым, окончательно решат до конца месяца. Сегодня будущие учебных заведения Чуваши обсуждали глава Республики, министр образования и ректоры ведущих вузов. Их мнение выслушали мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Шоклев. По данным Миноборнауки России, в Чувашии ведут образовательную деятельность с признаками неэффективности, ЧГПУ имени Яковлева, Чувашская сельхозакадемия, а также 8 филиалов высших учебных заведений. Оценивались образовательная, научная, международная, экономическая деятельность, материальная база и инфраструктура. Действительно, ситуация достаточно напряженная, так как она затрагивает интересы наших жителей, наших юных граждан, которые в системе профессионального образования, высшее профессиональное образование нацелены получить качественное образование. И конечной целью мониторинга, который проводился в течение месяца, август-сентябрь, конечно, конечной целью является, еще раз хочу, чтобы все выяснили одинаково, это повышение эффективности деятельности каждого учреждения системы высшего профессионального образования и с тем, чтобы удовлетворить спрос как личный для наших студентов, но, прежде всего, конечно, социально-экономические потребности, кадровые политики, чтобы вы выполняли. В каждом из названных вузов и филиалах сейчас спешно разрабатывают программы оптимизации процесса обучения. К примеру, в сельскохозяйственной академии уже со следующего года планируется открытие международного отдела. Конечно, мы региональный вуз, для нас главная задача была подготовка специалистов для Чуваши и других регионов России. Раз такой вопрос встает, мы думаем, что в 2013 году создадим отдел по международным, международный отдел, и в 2013 году планируем привлечь студентов зарубежных стран. И мы хотели бы, конечно, мы наше предложение, чтобы СНГ включили. Есть желание с Молдавией работать, Арменией, Грузией и так далее, Южной Осетии и Абхазией. Чтобы побороться за свое существование, Сельхозакадемия и Чувашский педуниверситет должны до конца этого года разработать программу мероприятий, которые сделают их работу более эффективной. Решение же о судьбе восьми вузовских филиалов, расположенных на территории республики, будут принимать главные вузы. Межведомственная комиссия, которая заседала недавно, она прислушивается мнению как Совета ректоров, так и мнению субъектов Российской Федерации, именно с точки зрения наших видений, перспектив и востребованностей этих учебных заведений. Моя задача, моя позиция, конечно, сохранить по максимуму все эти государственные учреждения, которые представлены на территории нашей республики. Во благо жителей, во благо молодежи, как юноши, так и девушек, ибо показатели у нас ежегодно улучшаются, и выпускники наших общеобразовательных школ, выпускники ваших учебных заведений достойно на сегодняшний день трудоустраиваются. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Народный артист России, певец, композитор, продюсер Дмитрий Маликов впервые приехал в Чебоксары. Но не с концертом, а с деловым визитом. Сегодня на встрече с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым артист обсудил вопросы продвижения социального образовательного проекта «Уроки музыки». К слову, подобные уроки уже прошли в Ижевске, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде. Как пояснил Дмитрий Маликов, программа сделана специально для детей, которые серьезно занимаются музыкой. Она представляет собой интерактивное шоу, где ребята являются не только зрителями, но и сами активно участвуют в представлении. Глава республики рассказал гостю о доступности музыкального образования в Чувашии. От общего количества обучающихся практически где-то на уровне 10,5% у нас ходят практически в училища, музыкальные школы. Я беру это чисто как бы общеобразовательные школы, включая детские образовательные учреждения, можно сказать, потому что сейчас в этом году 6 садиков мы открыли, еще 5 будем открывать. Там, конечно, музыкальные специальные залы есть, где вот на самом деле на профессиональной основе уже... С инструментами? Да, да, да. Все оснащено практически, если от точки зрения хорошо. В конце встречи глава Чувашии вручил Дмитрию Маликову нарученные часы с государственной символикой Чувашской республики. Спасибо. Я постараюсь оправдать высокое доверие и очень благодарен вам, что вы меня приняли на самом деле. Сегодня же популярный певец провел в учебном театре Чувашского республиканского училища культуры мастер-класс для учащихся детских школ искусств, музыкальных школ, воспитанников детских домов республики. На уроке совместно с ребятами он исполнил классические произведения и свои инструментальные композиции. Строительство моста через реку Сура в Ядринском районе завершено. Сегодня на объекте побывала рабочая комиссия. Она принимала мост. В составе этой комиссии были представители Росавтодора и УПР Дор Волги. Напомню, последняя выступает заказчиком строительства. Возведение моста и вместе с ним участка подъездных дорог. Масштабный для Чувашии проект. Более 4 миллиардов 260 миллионов было выделено на его реализацию. Старый мост давно исчерпал свой ресурс. Ему уже 50. Рассчитан он под условия советских времен. Тогда машин было меньше и тоннаж скромнее. Новый мост строился с учетом изменившихся условий по новым технологиям. Его уже назвали самым длинным в Чувашии. Длина мостового перехода свыше 4 километров. Самого моста более 1240 метров. Он должен избавить водителей от бед старого. Безопаснее станет благодаря освещению всего объекта и установке современных барьерных ограждений. Такие удерживают лучше, рассказывают мостостроители. На новом сооружении есть светофоры, шлагбаумы на случай перекрытия движения, видеонаблюдение с дистанционным контролем. Все это опять же служит безопасности. К тому же у нового моста собственные очистные. Вода с него вместе с маслом и грязью по водоотводным лоткам будет отводиться к очистным, а там очищаться, после чего поступать в СУРУ. Сегодня рабочая комиссия осмотрела весь объект. Решили пока повременить с открытием движения. Выявлены некоторые недостатки. Недостатки связаны, значит, поясню, с организацией работы данного сооружения в зимнее время. Мы должны дать гарантированный, безопасный и комфортный проезд по данному участку дороги. Поэтому есть у нас определенные нарекания, скажем так, подрядчику в этой части. Вот сейчас проговорили, указали ему на эти недостатки. Я думаю, в ближайшие буквально 7-10 дней эти недостатки подрядная организация устранит. И мы дадим проезд по данному объекту. Правда, после устранения этих неполадок движение по новому участку откроется частично. В сторону Москвы по новому мосту, а из Нижнего Новгорода в сторону Казани по старому. Предстоит еще заменить нефтепровод у левобережного подхода. К слову, здесь проходят магистральные путепроводы, в том числе газовый и нефтяной. Этим осложнялось строительство. Перекачка нефти останавливалась лишь раз. Соответственно, мостостроители просто физически не успели переустроить нефтепровод, говорят заказчики. Вместе с тем нужно обустроить оползневый участок у правобережного подхода. Во время строительства моста этим летом были выявлены оползни. Работы переносятся. По планам движение по всему участку дороги должно открыться в следующем году. Мастерить домашнюю мебель, утварь, одежду, игрушки и многое другое люди научились в самом начале своего появления. В доисторические времена. Умение это, у каждого народа свое, передавалось из поколения в поколение, пока не оказалось вытеснено из обихода научно-техническим прогрессом. Однако человечество вовремя спохватилось, что кустари и ремесленники заняты не просто изготовлением забавных вещичек. Они сохраняют национальную самобытность. В Чувашии мастера народных промыслов объединились в гильдию ремесленников. Случилось это 10 лет назад. Национальная вышивка и украшения, традиционные матрешки и деревянная посуда, картины, корзины, одежды и аксессуары. Фолк-стиль всегда в моде. Все, что умеют мастера из Чувашии, не уместится ни в одну экспозицию. Сейчас у нас еще грандиозные мероприятия предстоят, так что... Очень хорошо, мы всегда рады, знаете. Мастера должны творить чудеса. Михаил Васильевич, мы всегда рады. Сегодня гильдия ремесленников объединяет более 400 мастеров различных промыслов. И все они прекрасно сознают свою значимость. Без сомнения, народно-художественные промыслы России и ее народов – это часть культуры, живая ее история. Это то, что помогает сохранить индивидуальные особенности того или другого народа. По изделиям ремесленников можно и нужно изучать историю, культуру, традиции народа, его прошлое и настоящее, заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, только что побывавший на Алтае. Когда я посмотрел утварь, в музеях побывал, практически 70% все, что там есть у них, чисто исторически сохранено, это практически у нас сегодня в реальной жизни все мы используем. Но мы пошли еще дальше, уважаемые мастера, у них серовато все это дело, а у нас уже современная Россия, современные 21 веки. Вы по-другому начали подавать себя, мастерить по-другому, творить по-другому. За это вам благодарен. Глава Чувашии призвал мастеров расширять границы и активнее выезжать за пределы республики. На том же Алтае, в Тюменской, Новосибирской областях наши делегации очень ждут. Михаил Игнатьев также пообещал оказать финансовую поддержку ремесленным караванам. Столичные власти тоже не останутся в стороне. Глава Чебоксар Леонид Черкесов сообщил, что один из этажей зданий бывшего дворца пионеров на бульваре купцов Ефремовых после реконструкции отдадут гильдии ремесленников, чем вызвал аплодисменты в зале. Там квадратов 300 даже есть. Выставочного зала мы можем это как раз посмотреть и определить места. А по работе мастерских надо смотреть. Проблема мастерских для ремесленников достаточно остра. Если вышивальщицы могут работать на дому, то ткацкий станок в городской квартире несколько неуместен. Что уж говорить о гончарном круге и печи для обжига. Если новое помещение появится, можно помечтать о создании дома ремесленников. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах открылся Центр аэрокосмической информации. Располагается он в микрорайоне Байконур. На открытие центра приехали высокие гости. Дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, большой друг Андреяна Николаева и Чувашия Виктор Горбатко. Герой России, космонавт Александр Лазуткин. В Чувашии сейчас более 2000 школьников являются членами Объединенного отряда юных космонавтов. И, конечно, мечта многих увидеть Землю из космоса. Чтобы эта мечта стала более реальной, президент Ассоциации содействия космонавтики Байконур-Чебоксара Валерий Антихонов предложил открыть в Чебоксарах Центр аэрокосмической информации. Эту идею поддержали космонавты первого отряда и более молодые покорители космоса и члены Ассоциации выпускников КАИ. Мы работаем с юными космонавтовами Чувашии. Это главная цель, естественно, профориентация. То есть мы хотим, как люди, болеющие за нашу космонавтику, чтобы из ребят вырастали хорошие специалисты. Для изучения космоса в Ассоциации есть все. Музей с уникальными экспонатами, библиотеками, в которой можно найти практически всю литературу об исследованиях околоземного пространства, на сайте Ассоциации постоянно обновляются новости космонавтики. Предусмотрено и личное общение с кумирами юных космонавтов. На открытии центра Виктор Горбатко и Александр Лазуткин рассказывали о своих впечатлениях от полетов, о том, как каждый готовился к главному событию в жизни. Космонавт должен хорошо учиться. Старался хорошо учиться, но у него не получилось. В школе я не был отличником, в институте тоже не был отличником. Но когда попал в отряд космонавтов, честно скажу, что я пожалел, что меня не научили учиться на отлично. Потому что в отряде, там как естественный отбор, ты должен учиться лучше всех. Виктор Горбатко целиком и полностью поддерживает создание Центра аэрокосмической информации. И пусть не все его воспитанники в будущем станут космонавтами и свяжут свою жизнь с небом, такое образование всегда пригодится. Когда дети, особенно сегодня, после того, как мы много говорим о демократии и немного распущенность есть, когда они занимаются этим, изучением и авиации, и космонавтики, ну и всего другого, это их уводит от улицы, от плохой улицы. Сейчас 530 человек из 43 стран побывали в космосе. Из них 115 – представители Советского Союза и России. Кто знает, может через несколько лет этот список увеличится и за счет еще одного нашего земляка. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Депутаты фракции ЛДПР в Государственную Думе предлагают внести поправки в Трудовой кодекс России и по желанию работника выдавать ему зарплату еженедельно. Авторы закона проекта объясняют актуальность своего предложения тем, что в России до сих пор не изжиты последствия глобального кризиса многомесячных задержек зарплат в 90-е годы, который напомнил о себе в 2009. Так, на 1 октября 2011 года в России суммарная задолженность организации, за исключением субъектов малого предпринимательства по заработной плате, составила более 2 миллиардов рублей. За период с 1 сентября по 1 октября 2011 года задолженность выросла в 41 регионе страны. Несмотря на то, что в Трудовом кодексе России уже есть статья, устанавливающая ответственность работодателя за нарушение сроков выплат заработной платы и других причитающихся работнику сумм, а также введено право работника в случае 15-дневной задержки приостановить трудовую деятельность до полного погашения задолженности, эта проблема до сих пор не решена. В связи с этим депутаты фракции ЛДПР предлагают выплачивать заработную плату не реже одного раза в неделю. Для отдельных категорий работников могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы согласно действующим положениям Трудового кодекса. Следует указать, что за рубежом устанавливаются различные сроки выплат, учитывающие сложившиеся социально-экономические условия, обычаи и традиции государств и даже отдельных территорий и регионов, отмечают авторы законодательной инициативы. Второй день оперного фестиваля. Концерт Елены Зарембы. Эта певица более известна на Западе, нежели в России, тем более в Чувашии. Обладательница прекрасного меца-сопрано уже два десятилетия является одной из востребованных исполнительниц оперного мира. На концерте побывала наша съемочная группа. Оркестру под управлением Дмитрия Банаева хватило одной репетиции с оперной дивой для того, чтобы подарить зрителям в фестивале прекрасный концерт. Она пела в спектаклях и концертах с Хосе Курой, Пласида Доминго, Хосе Каррересом, работала с Клаудио Аббадо, Владимиром Юровским, Львом Додиным и Франко Дзефирелли. Блестящая и глубокая мецца Елена Заремба покорила весь мир. Очень приятно, что на наш фестиваль приезжают такие знаменитые, замечательные звезды, как Елена Заремба. Мы очень ждали этого концерта. Надеемся, что получим удовольствие и положительные эмоции. Русский репертуар всегда был любимым для Елены. В первом отделении концерта прозвучали арии из опер русских композиторов. Ария Вани из «Жизнь из-за царя», с которой начался концерт, поразила обилием красок, голоса певицы. Густой и насыщенный тембр, ярко-неповторимо звучащий даже в нижнем регистре, влюбил в себя публику. Я не люблю серосты на сцене. Я люблю, когда на сцене есть краски. Люди за этим уходят, мне кажется, в театр, за тем, чтобы получать удовольствие от зрелища, потому что циррости мы видим на улице полную. Для этого не надо в театр ходить. В концерте с Еленой Зарембой выступили солисты театра оперы и балета Дмитрий Семкин и Ольга Вильдяева. Иди, как, по-настоящему, во-вторых, все дети, все души возьмут. Сергей Фишер, Николай Яковлев, Республика. До начала зимы осталось чуть больше недели. Пора задуматься о самом волшебном празднике года. Создать неповторимый образ и дополнить наряд уникальными украшениями поможет традиционная выставка «Каменная сказка». Ее экспозиция разместилась в Центре современного искусства. Чем она порадует чубоксарских модниц на этот раз, узнаете из нашего сюжета. Выставочный зал на заливе превратился в настоящую ярмарочную площадь. Вместо привычных картин – каменная россыпь. Эти самоцветы собраны в разных уголках Земли, и каждый имеет свою ценность. Эта жиода весит более 30 килограмм. Тело ее сделано природой из агата, а внутри – кристаллический кварц. Агат является скрыт кристаллическим кварцем, а метис – кристаллическим. Если ее поставить на подоконник, и чтобы освещалась прямыми солнечными лучами, то вся ее положительная энергия распространяется в пространстве. На «Каменной сказке» ярко выделяются зеленые украшения из буранита – аналога янтаря. А рядом изделия из другого природного материала. Деревянные бусы, вещицы для дома и просто приятные мелочи, пахнущие настоящим лесом. Нельзя не заметить и волшебный прилавок с экспонатами из морской столицы России – Санкт-Петербурга. В этот раз привезли новые работы, и таких мастеров известны, как Поробьева, и Шарикова, и Мака Эмирели, новая художница Лариса Менделева. Есть изделия разнообразных ювелирных стилей. Очень много изделий в старинном стиле винтажном, как здесь тоже есть любители на это дело, так есть и современные формы, и современные дизайны. В народной медицине бытует мнение, что оникс лечит многие заболевания. Например, если изделия из оникса носить на теле, то укрепится позвоночник, улучшится слух. Литотерапевты предполагают, что оникс исцеляет нервные заболевания, снимает негативные последствия стрессовых ситуаций, избавляет от бессонницы и ночных кошмаров. Делаем пару шагов и оказываемся рядом с эксклюзивными новинками каменной сказки. Эти экспонаты, коллекции из драгоценных камней, в Чебоксары привезли впервые. У нас очень красивые рубины, довольно-таки высокой каратности, чистые бриллианты, и все без торговых наценок. То есть на любой вкус цвета кошелек. Украшение всех видов и цветов, под любое платье, для любого случая. Нынешняя выставка-продажа действительно сказка для чебоксарцев. Куда ни глянь, с 22 по 25 ноября с 10 утра и до 7 вечера она приглашает всех желающих в Центр современного искусства, в выставочный зал на заливе. Борис Александров, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова